Приданное за счет чеченского предпринимателя Но это ли не коррупция? Скажите! Это же прямая коррупция! 11 марта 2018 года Вы помните себя в 20 лет? Я думаю, что, наверное, не очень Многие, кто сейчас взрослые, уже не очень не очень Помнят свои 20 лет Где мои 17 лет? На большом каретном Ну, примерно так И когда ты не просто 20-летняя девушка А когда ты дочь каких-то таких вот больших родителей Вдруг необычайно по-ракетному Ставших олигархами И вот ты еще с сознанием того детства Которое у тебя было То есть детство совершенно, скажем, обычной девушки Вдруг попадаешь вот в эти космическо-ракетные условия Но тогда, конечно, не очень-то легко перестроиться И вот в соцсетях есть такая девушка Дочь Пескова или Пескова Я помню, когда он начинал, он хотел быть Песковым Теперь он Песков Но это не важно Важно, что у него есть дочь, которая учится во Франции И которой он подготавливает место, несмотря на свою молодость Потому что ведь, знаете, поезд, в котором сегодня едет вот эта вот виртуальная наша Россия Он вот-вот рухнет И поэтому каждый родитель, ну, как водится Хочет подготовить для своего детяти платформу Домик, в котором он поедет дальше Если даже грохнется этот поезд под названием Россия И не просто грохнется, а разлетится на все куски Но у твоего детяти должен быть кусок пирога Которым могут пользоваться не только ее дети, но и внуки и правнуки И этим летом пресс-секретарь Путина Песков, Дмитрий Песков Он свою дочь Рьяна протежировал И в Севастополь ее направил И какие-то еще там у нее фонды или еще что-то Куда-то он ее все время направлял Молодежное движение, где бы она участвовала Но ведь, вы знаете, одно дело хотеть А другое дело, это его проблема Что он не дал своей дочери достаточного ума То есть менталитета и ума как такового Об уме я ничего не знаю Но как-то вот год назад сделала ролик на эту тему И сегодня вдруг увидела статью Которая говорит о том, что вот эта самая Лиза Пескова Она вдруг стала жаловаться на то, что ее в соцсетях Стали травить за ее ум Ну, здесь уже, знаете, как-то ведь такая ситуация Или ты глупый и не высовывайся в соцсети А если ты умный, то ты высовывайся Будь готов к тому, что тебя будут травить Ну, это естественно То есть ты должен быть закален И довольно-таки сильно закален Для того, чтобы высовываться Вот высунулся сморчок А его раз, букашки все набежали и покусали Но это естественное явление Поэтому, если сегодня кто-то там травит дочку Пескова Это нормальное явление Для соцсети это нормальное явление Но ведь вы понимаете Мы все в соцсетях, особенно вот такие, как я Люди, которые хотят общаться и рассказывать То есть под названием блогеры Мы общаемся и мы готовы к тому, что будут травить Однако же Причем, кто травит-то, я сделаю ремарку Кремлевские боты А боты это виртуальные У одного человека там, по-моему, от 50 до 100 аккаунтов На каналах Ютуба, ну и в других соцсетях Которые они используют для травли других Так получается, что Песков сегодня с его дочерью Попались на ту же самую удочку На тот же самый крючок Который сами и выдумали Сами развивают и финансируют 9 марта вышла такая заметка о том, что в Госдуме Прошло заседание экспертного совета По развитию информационного общества и СМИ Где выступила с речью небезызвестная Лиза Пескова Дочь пресс-секретаря Вы понимаете, вот вы можете пойти в Госдуму и выступить Мне не дают слова Я бы выступила А вам дают слово? А вот ей в 20 лет А ей дают Если вы помните, когда он начал ее толкать Год назад ей было вообще 19 лет И однако же у нее уже было право голоса Входить в всякие советы Но что она может сказать в свои 19 лет? Ну это же такой цыпленок Который действительно еще Она может быть и будет умная Она может быть и будет, скажем, развита Достаточно, чтобы отбивать И давать такие, знаете, в ответ Бумеранги агрессивные Но сегодня-то, или вчера ей было 19 Сегодня ей 20 Ну как можно? Ну как можно вот в таком возрасте толкать? Хотя я что говорю? Вот, скажем, смотрите В Крыму же прошел тот вариант Что Наташу Поклонскую Генерала Толкали на пост в 22 года Ей было 22 года А ее сделали генералом прокурорским Ну шикарно же, да? И никто не сказал Что девочка вообще как бы просто больна Больна И только крымчане После нескольких лет Общения с этим генералом прокурорским Поняли, что девочка безнадежно больна И ее никак уже не вытащишь обратно И они даже подали петицию На принудительное освидетельствование Натальи Поклонской На психическое здоровье Ну а сегодня вот у нас на поверхности Появляется Лиза Пескова В принципе с той же самой проблемой Ну и что, эта проблема Давайте посмотрим В чем она сегодня заключается Эта проблема Итак Елизавета Пескова Дочь пресс-секретаря президента Выступила с речью В Госдуме Плакалась о ежегодной травле В социальных сетях Которой она якобы подвергается Уже два года Но как она выскочила На поверхность два года В 18 лет Вообще еще свистушечка, да, такая То так она и начала травиться А как вы думали Сначала было интересно А кто же такая Эта дочка Пескова Ну а затем, когда посмотрели Что она печатает Ну значит Она и получила по заслугам Но я вам хочу сказать Вы скажете Ну да, зачем она должна знать Разницу между судостроением И судопроизводством Да не должна она знать Ну в 19 лет Кто должен знать Об этой разнице В 19 лет невозможно Даже еще и институт закончить Поэтому какие к ней могли быть претензии Да самые непосредственные Прямые Ведь никто иной Как Дмитрий Песков Стал совать свою дочь Вот это вот судопроизводство В Севастополе Ну надо же как-то войти Он же не может войти сам На государевой службе Тогда он дочку свою туда Он ей дает кусок пирога На будущее Поэтому она конечно И вошла Вот в это судопроизводство Я дальше Остановлюсь подробнее На эту тему А сейчас я вам просто Вот рассказываю о том Почему именно к ней Вот такие претензии Судопроизводство Или еще что-то Да Или судостроение Во всяком случае Слушать в свой адрес Нелестные комментарии Она больше не желает Поэтому И думала Предложить депутатам Еще один закон О цензуре На том лишь Основании Что мол Читая агрессивные Комментарии В свой адрес У нее опускаются руки И она не знает Что дальше делать Она подчеркнула Что не понимает Почему против нее Негативно настроено Так много людей Потому как К политике Которую часто ей приписывают Она не имеет вообще Никакого отношения Но вероятно Капризы девушки На самом верху Порекомендовали Выполнить Беспрекословно А вы как думали Ведь это сверху Царь-батюшка Повеление отдает Поэтому уже принято решение Внести в Госдуму На рассмотрение вопрос О внесении изменений В кодекс Об админ нарушениях Добавив статью Кибербуллинг Так Ответственность за травлю В сети Предлагают увести С 14-ти летнего возраста А в качестве наказания Предлагают штрафовать Нарушителей На сумму 5-10 тысяч рублей Дальше дается скриншот Вадим Манукян Пишет Заявление моей коллеги По экспертному совету По развитию Информационного общества И средств Массовой информации При Государственной Думе РФ В очередь Пресс-секретаря Президента России Песковой Елизаветы Дмитриевны Впервые озвучено Оно было вчера На очередном заседании Экспертного совета И дальше идет Речь Лизы Песковой Итак, я вам зачитываю Речь девочки Которой сейчас 20 лет Уважаемая члена Экспертного совета В течение последних двух лет Я являюсь жертвой Ежедневного кибербуллинга Оскорблением и издевательством Подвергаются мои умственные способности Ну как это вообще Мой предполагаемый образ жизни Моя внешность И мои близкие В своем отношении К кибербуллингу Я прошла несколько фаз Первой фазой была Оторопь и обида Второй Ненависть ко всем людям Зачастую именно под воздействием Несправедливого осуждения Человеческая душа Пропитывается ненавистью Ко всему миру И в результате Черствеет Третьей фазой Стало жгучее желание Доказать людям Обратное Внезапно Среди вала ненависти Я стала замечать Людей Испытывающих ко мне Искреннюю симпатию И сочувствие Я почувствовала поддержку Это дало мне мотивацию К совершенствованию Уверенность В собственных силах Несмотря на это Малейшая моя ошибка Поднимает новый вал ненависти Пропадает желание Не просто жить в социальных сетях Но и жить вообще Такова сила кибербуллинга Однако В такой момент Я поняла Что являюсь Объектом ненависти Не как личность Не как Лиза Пескова 1998 года рождения А как персона Почему-то Мнению Причастной К политической системе Я не имею Никакого влияния На принятие Каких-либо Политических решений Еще раз подчеркиваю Если кто-то До настоящего времени Не понял Мои блоги Не несут Никакой политической нагрузки По крайней мере Я ее никогда В своих текстах Не подразумеваю Осуждающие меня люди Никогда со мной Не встречались Не общались со мной В их сознании Несмотря на свой возраст По влиянию Я не отличаюсь От депутата Генерала Или министра В реальности Все обвинения Не имеют ко мне Как к личности Никакого отношения Адресатом этого потока ненависти Являются Разномастные политики Именно им следует задуматься Почему в России Озлоблены И почему кибербуллинг В России Принял такие масштабы Я убеждена Что в ответ Возведением новых Ограничительных стен И в киберпространстве Ситуацию не переломить Повышение качества Жизни людей И как следствие Повышение Общего уровня культуры Единственное Возможное решение Всех проблем С уважением Лиза Пескова Ну Российская элита Может все Если что-то им не понравится Всегда конечно Она может придумать Новый закон Видите И поэтому Как вы понимаете Закон был внесен На рассмотрение Такой абсурд Который Сегодня Возводится В ранг Закона Ну хорошо бы Да Если бы она Поставила Этот вопрос Вообще О ботах Кремлевских ботах Которых Масса Ну да Пусть она Сначала скажет Об этом своему папе А потом уже Она может Вот такое Предложение Выносить Но ведь Кремлевских ботов Штрафовать На 5-10 тысяч Да их никто не будет У них Работа такая А у вас А если вы вдруг Усомнитесь Умственными способностями Девушки Которая является Дочью Олигарха Пескова Ну тогда Вам придется Открывать кошелек И оплачивать Каждое оскорбление Уж она-то Поверьте Будет Отслеживать Такой вариант А вот я вам Хочу сказать Почему Если она не понимает Почему вдруг К ней Так Люди Стали Относиться 2 июля 2017 года Дочь Пресс-секретаря Президента Елизаветы Трескова Которая Сейчас Учится Во Франции Стала Советником Президента Аванти Рахмана Янсукова С ее Умственными Способностями Которые Клюются В интернете Она Становится Вдруг Советником Президента Аванти Рахмана Янсукова Эту организацию Создал Чеченский Предприниматель Бывший Сенатора Чечни Умар Джабраилов После своего Трудоустройства Елизавета Пескова И улетела И улетела Во Францию Медуза Рассказывает О короткой карьере Дочери Дмитрия Пескова В России Вы конечно же Не поверите Чтобы папа С такой Тяжестью Для себя Протолкнул Свою 19-летнюю Дочь На тот момент В советнике Президента Аванти В советнике Человека Который Занимается Судостроительством В Севастополе Вот С такой Тяжестью Он протолкнул И вдруг Она уволилась Да нет конечно И вот она конечно Не уволилась Просто Об этом Написала Что она уволилась И уехала Во Францию Но она же должна Учиться А должность Это номинальная Это деньги идут Папе И дочери Одновременно Кто там Какие проценты Распределяет Во всяком случае Это ее деньги Это будут ее Деньги Приданное Папа готовит Ей приданное За счет Чеченского Предпринимателя Но это ли Не коррупция Скажите Это же Прямая Коррупция Что вы Хотите сказать Никто этого Не понимает Конечно Все понимают Однако же Этого не понимает Может быть Только Сама Эта Девочка Что Это Коррупционная Взятка Ее Папе Итак 16 июля Елизавета Это 2017 год Елизавета Пескова Отправилась В Чечню Где присутствовала На первом В сезоне Матче Футбольного Клуба Ахмат Танцевала Лезгинку С Рамзаном Кадыровым Позировала В спортивном Костюме Боксерского Клуба Ахмат И сходила В мечеть Ну конечно Видок В мечети Это Убойный Я думаю В чеченки Так не ходят Для того Чтобы Вот Войти В доверие Или Взаимодействие С Рамзаном Кадыровым Ох и хитер Рамзан Кадыров Он молодец Он всех Под себя Подминает Знаете Подминает То есть Он Лизу Пескову Надел В свою Одежду Одежду Мусульманки Чечни Причем В совершенно Дурацком Виде Она здесь Выглядит Но однако Он ее Подмял Сразу Под себя Знай Свое Место Вот так Рамзан Кадыров Относится К тем Кто Хочет Коррупции И вот 1 августа Елизавета Пескова В составе Делегации Аванти Отправилась В Севастополь На судоремонтный Завод Южный Который принадлежит Чеченскому Предпринимателю Рахмудину Дадаеву Завод столкнулся С трудностями Городские чиновники Хотят Разорвать договор Аренды Из-за неуплаты Арендной платы За причалы Краны И другое Оборудование В Севастополе Елизавета Пескова Встретилась С сотрудниками Завода Рискующими Остаться Без работы Ну вот Такая Молодая Мамочка Приехала В 19 лет И рабочие Ей Рассказывали О своих Проблемах Что они Могут остаться Без работы И девочка Вникала И она говорит Что она Вне политики Ну как так Скажите Конечно Бизнес И политика Вот так Взаимосвязаны Поэтому Она Здесь Видите Приехала На судоремонтный Завод В качестве Руководителя Вы понимаете Кем она Приехала И вот здесь Она В таком Хорошем Красивом Платье Это конечно Фото Она удалила Потом Из инстаграм Почему Потому что Чтобы не было Следов Чтобы ей Не писали Об этом Как она В 19 лет Может стать Советником Судоремонтного Завода Она что Понимает Она даже Видите Двух слов Не может Отличить Одно от другого И конечно Вам у меня Это не надо Отличать Мы просто Можем логически Понять Что это Разные Понятия Да Но девочка В таком возрасте Она не может Это логически Понимать Но она Советник Этого завода Она не должна Значит ничего Понимать Но это как Наташа Поклонская Когда она стала Генералом В прокуратуре Она даже Не знала Слов Тех Которые Произносят Прокуроры То есть Речь у нее Была Не наработана Она вообще Ноль была Ну Однако же Ей надели Прокурорские погоны Но может Крым Себе это позволить Потому что Чайка И Кремль Согласились Наплевать Себе В глаза После встречи В интервью Она говорила Что сейчас Молодежь Интересуется Зарабатыванием Денег А она Зачем сюда Приехала Стать Советником Это не Зарабатывать Деньги Вы представляете Какие отчисления Ей чеченцы Будут сейчас На счет Платить В ту самую Францию Между прочим За коррупционными Как вы понимаете Деньгами Папа договорился С чеченцами Они ему Отваливают Теперь Кусок За крышу За зонтик В Кремле И это понятно Так вот Она говорила Что сейчас Молодежь Интересуется Зарабатыванием Денег И она не знает Ни одного Человека Который Задумался бы О судостроительстве Для этого Нужна Сильная Информационная Поддержка Нужно Разрабатывать Стратегии Для пиара Судопроизводства Судостроительства Для этого Нужно Показать Что Уверенность В завтрашнем Дне Есть Что Это Престижная Работа Что Это Не считается Чем-то Чего Можно Стыдиться Наставляла Елизавета Пескова Одетая В платье Модного Дома Дочери Рамзана Кадырова Но Она Вся легла Под Кадырова Вся Понимаете И платье Одно И платье Другое И в мечети Что хочешь Сделает Только бы Дали ей Этот кусок Когда Когда Над ней Стали Смеяться В соцсетях На защиту Дочери Стала Бывшая Жена Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская Которые Кстати Уже Уволили С поста В Париже Как Вас Решать Она В действии Елизавета Пескова и татарстанские чиновники. Довольно очень интересный такой маленький фактик. 28 августа Елизавета Пескова написала в инстаграме пост про своего друга Артура, который предложил татарстанским чиновникам проект по созданию базы резюме молодых специалистов, как писала Пескова. В итоге чиновники присвоили себе идею Артура. Но здесь мы не знаем, я разбираться не буду. Оно, конечно, может быть там где-то она права, где-то нет. Я не буду вникать. Важен сам факт. Мы сейчас почитаем, чем он закончился, этот факт. Журналисты связались с Министерством экономики, руководитель которого, как говорилось в посте, очень заинтересовался идеей. Представители ведомства начали отрицать, что министр вообще знаком с Артуром. В Министерстве образования заявили, что в 2017 году в летних семинарах при Российской Академии народного хозяйства не участвовало ни одного человека по имени Артур. Ну, как выяснилось потом, впоследствии, оказывается, Артур Ахмадуллин участвовал в летнем кампусе 2015 года. Причем оказалось, что он не знаком с Лизой Песковой. Просто написал ей в инстаграме. Ну, вот вы понимаете, он ей просто написал в инстаграме. Она, не разобравшись, начала обвинять татарстанских чиновников. Поэтому чиновники обязаны ее слушать. Они будут разбираться. Но если мы с вами напишем письмо татарстанским чиновникам, они будут разбираться с жалобой по настоящей, существующей проблеме? Да никто разбираться не будет. Но написала девочка, 19 лет. И, конечно, все сразу кинулись исполнять. И разбираться. И искать, о каком же Артуре идет речь. 30 августа стало известно, что Елизавета Пескова больше не работает в Аванте. Ну, так она сообщила. Как заявила пресс-секретарь Песковой Ярослава. Ее фамилия не указывается. Она улетела в Париж учиться. Но так вот мы теперь и узнаем, что у Песковой, у Лизы, есть в 19 лет своя пресс-секретарь Ярослава. Поэтому и понятно, что посты в Инстаграме довольно-таки грамотные. Потому что дети, которые учатся в Парижах, наши дети, пишут по-русски. Смешно. Они пишут действительно смешно. Они допускают ошибки. И это не их большая вина. Они как бы оторвались от жизни нашей в России. Они могут частично знать русский язык. Может быть, не полностью. Их речь соприкасается уже с французской. И они уже начинают мыслить теми категориями образования фраз французскими. Поэтому я удивлялась, когда я читала посты Лизы Песковой, что она более так хорошо и грамотно пишет. Я не говорю о понятиях. Я говорю о грамотности фраз и слов. Но и когда я узнаю, что у нее есть пресс-секретарь в 19 лет, то понятно. То здесь уже все понятно. Значит, и пишет она безграмотно. Но получается так. Так она улетела в Париж. Из Инстаграма Пескова удалила все посты о своем сотрудничестве с ассоциацией. При этом в Аванте утверждают, что она продолжает с ними работать. То есть она сказала, что она не работает. Соврала. А Аванте утверждает, что работает. То есть получает деньги. Но не для того же папа ее туда пропихивал по своей коррупционной составляющей, чтобы теперь она вдруг взяла и улетела в Париж, да еще и уволилась. Нет, конечно. Она просто улетела. Она там и не собиралась никогда работать. Она просто поехала прогуляться в Крым. И, конечно, теперь сейчас там дом построят. Ей предоставят все, что нужно. И она туда будет летать. Это будет, скажем, ее место работы. Ну, такое хорошее место работы, да. И Дмитрий Песков заявил, что у его дочери не было никаких работодателей. Она просто сотрудничала с Аванте. Ну, а какие могут быть работодатели? Вы же понимаете, да. Это договоренность коррупционная просто о том, чтобы имя его дочери вынесли в список получателей доходов. Какие работодатели? Она же не собирается там работать. Потому что это самая обыкновенная коррупционная составляющая в работе Дмитрия Пескова. А где Навальный? А где Навальный? Я бы хотела, чтобы он тоже подключился к этой проблеме. Итак, отъезд Елизаветы Песковой в Париж совпал с задержанием Умара Джибраилова в Москве за стрельбу в отеле. Но эти события, видимо, никак не связаны. Подальше, подальше нужно ноги унести. Подальше от скандалов политических. И после этого Лиза Пескова говорит, что она не участвует ни в каких политических делах. Я Таня Карацуба, Сиитбургхан.